Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Артём Тарасов. Смотрите выпуски. Егор Кончаловский аплодирует. Фильм «Ростовчанки. Голос за безгласных» взял гран-при магии кино. Гран-при Всероссийского кинофестиваля «Магия кино» получил ростовский режиссёр. Документальный фильм «Анны Барсуковой. Голос за безгласных» признан лучшим в конкурсе кинодебютов, проходившем в подмосковном Одинцове. Фильм «Голос за безгласных». Режиссёр Анна Барсукова «Город Ростов-на-Дону». Свои голоса жюри во главе с Егором Кончаловским отдала за безгласных. Гран-при Всероссийского кинофестиваля «Магия кино» Анна Барсукова получила за непростую работу. Документальный фильм о ВИЧ-инфицированных. Тема, о которой сложно говорить не только с большого экрана, но даже тет-а-тет. Тактично подойти к проблеме и рассказать историю героини до мурашек по коже. Вот что удалось режиссёру за 33 киноминуты. Декорациями стали Екатеринбург, Челябинская область и Ростов-на-Дону. Я боюсь, что отношение к таким, как я, не изменится. Болеть стыдно, потому что подобный диагноз имеют неприличные люди. Картину показали во многих городах страны. В кинозалы приходили любители документалистики, люди, столкнувшиеся с болезнью, и медики, которые могли ответить на вопросы о вирусе иммунодефицита человека. Самая ценная – обратная связь со зрителями, говорит автор. «Подходили, скажем так, на ушко, украдкой, рассказывали свою какую-то взаимосвязь, либо косвенную, либо прямую, с ВИЧ-инфекцией, говорили спасибо и за фильм, и за поднятую тему. И это было любопытно, что люди действительно боятся то, что я хотела показать в фильме. Как раз это и происходит. Люди боятся открыто говорить о своих проблемах». «Голос за безгласных» уже собрал коллекцию наград, в том числе международных. Фильм отметили на конкурсах в Италии, Австралии, Индии, Германии, США. А 12 декабря его покажут в Москве на международном фестивале фильмов о правах человека «Сталкер». Виктория Щетинина, Юрий Санкин, Московская область и Ростов-на-Дону.